доброго времени суток зрителям всем гостям нашего канала с вами россии и мы продолжаем играть в игру imperial glory на канале роли game онлайн ребятки спасибо вам за лайки спасибо за комментарии очень приятно что вы ждали эту рубрику что вы ждали эту игру и то что вы поддерживаете меня и далее сегодня продолжаем играть за россию матушку и будем дальше уничтожать и покорять всех вот этих козлов которых мы не покорили в прошлых сериях давайте же все-таки займемся переброской наших войск в молдавию для того чтобы потом будущем пойти на балканы перекинем наши войска под курск и перекинем их на анатолию и возможно кинем наши войска в галицию для того чтобы от х по части венгрии потому что мне кажется австрия обязательно обязательно попытается на нас напасть после того как мы объявим войну османской империи и так давайте готовиться к войне посмотрим что у нас там рекрутируется в прошлый раз я поставил на набор так понятно регулярно армию собирается здесь здесь есть я не ошибаюсь я пытал хотел сэкипировать так сказать себя поляками пока здесь тоже везде регулярный стоит ну здесь как бы хватит этой я думаю нам пока хватит этих сил в польше для того чтобы удержать единственное что на всякий случай сейчас пропустим пару ходов подкопим немножко населением единственное чтобы я был в гарнизоне в польше тоже бы немного солдат оставил не выводя их на территорию польши для того чтобы не тратить еду запасы провизии мы их наверно срекрутируем и оставим их пока сидеть в варшаве также ничего в принципе по плану не поменялось я все так же хочу молдавию мирным путем аннексировать так торгово гавань восточной пруссии построена отлично так давайте прикинем как говорится из-за выражения хуй к носу и подумаем что нам нужно будет здесь сделать что тут у нас представляет собой османская империя в принципе хрень в принципе хрень я думаю для захвата столицы все-таки это не к столице идет анатолий акинем наверно все-таки три отряда здесь нам хватит 2 хотя опять же греции еще здесь ладно давайте три сюда три сюда и три сюда так сказать ударим сразу и по австрии наверное на всякий случай еще не будем бить а просто будем готовы к войне потому что за австрию сто пудов сунется саксония но нет ну конечно это все-таки опасности на себе представляет поэтому нужно быть аккуратными полковнику русов у нас остается наверное под на границе с гляндией будет ждать своего так сказать звездного часа пока он нам не нужен пускай просто будет вот я считаю что сейчас нам для швеция 4000 чтобы за проход пожалуйста пока я думаю нам будем экипировать наши войска только регулярными частями то есть русскими без всяких поляков примеси поляки пускай охраняет свою польшу возможно конечно я ошибаюсь и в imperial glory это не имеет никакого значения какие войска а если я не ошибаюсь а я вроде не ошибаюсь все-таки имеет поэтому коренные войска они точнее коренные а он плане регулярные войска империи россии хотим играм из россии она будет лучше чем всякие набранные бомжи из польши и со стальных там захолустев мира скажем так любом случае пока пока сейчас готовимся к войне возможно конечно возможно но скорее все думаю что мы в этом в этом видео все-таки начнем с кем-то махаться а возможно я просто полчаса про трендю и при этом при всем мы только будем сейчас делать ротации переставлять войска собирать войска и так сказать готовится к операции соски в тиски которые мы будем делать для испанской империи ребятки не забывайте также смотреть остальные видео по империи горе если вы что-то пропустили я очень извиняюсь что сегодня видео вышли так поздно я планировал я извиняюсь если микрофон зацепил я планировал выпускать конечно же их по средам и пятницам но сегодня немножко произошел у меня сбой по времени я немножко не подрасчитал поэтому игра выхода точнее видео выходит настолько поздно хотя обычно я планировал выпускать их где-то часа часов 9 утра по киеву или 10 по москве кому как удобней так 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 еще все ждем еще все ждем пока у нас формируется наша великая армия поэтому сегодняшнее видео я в любом случае выложу сразу по его готовности а вот следующее видео наверное все же ожидайте в пятницу видео по рубрике ностальжи скорее всего будет выходить у нас по понедельникам и возможно я добавлю в скором будущем еще пару видео по геймплей летсплей их наверное давайте кинем на субботу пока еще не придумал окна даю предлагает нам 6000 на пересечении границ давай молдавия проходи дорогой проходи проходить не бойся проходи не бойся уходи не плачь не хватает не хватает у нас так улучшена пехота исследована хорошо хочу чтобы быстрее у нас давайте кавалерию давайте кавалерию теперь мы можем строить наших слова в каре супер супер пупер пупер супер а может мы еще можем каких-нибудь таких диковинных отрядов набирать нет как все те же на манеже все те же так давайте проверим как по нашим зданиям меня интересует что мы можем построить еще первого уровня польша госпиталь у нас строится саксония а вы кто не знаю кто вы ну давайте консульта построил а вот кто саксония батюшки забыл то нет на них нету смысла тратить деньги великобритания батарея смотрите как быстро как быстро меняются мировоззрение отношения к нам кто-то нас боится кто-то нас презирает я очень сильно надеюсь что микрофон не станет шипеть после того как я его зацепил потому что я вот как зацепил своей высокой своей высокой самооценкой что он мог зашипеть так местные госпитали готовы в регионе польши хорошо господин у нас не хватает господин подождем подождем ребята москва не сразу строилась подождем так что там что там хорошо давайте я с вами стою заключу я вас всех люблю я с вами дружу поэтому такая можно заключать пока можно заключать союза они не знают что не потом все могут умыться кровью главное чтобы нам сейчас молдавия потом не ставим не начала ставить палки в колеса чтобы она нам беспрепятственно предоставила за деньги конечно право на проход для того чтобы мы могли перекинуть туда свои войска думаю 8 ходов нам хватит с головой то есть эти 8 ходов мы перекинем сначала свои войска в молдавию подведем на свободную границу к молдавии свою территорию подведем еще войска для того чтобы войска вас с молдавии вкинуть в атаку а вот войска которые останутся нашей территории чтобы они остались защиту и в крайнем случае очень крайнем случае они перешли в поддержку на нападение хотя я думаю в принципе три полных отряда нам хватит и так так что тут у нас по отрядам казаки строятся давайте в общем больше я эту дрянь брать не буду давайте возьмем наверно гаубицы они бьют на 20 метров дальше и урон у них побольше они вообще лучше хоть возьмем пару гаубиц все-таки мы идем на войну гаубицы в прошлом сезоне прохождение переглоре гаубицы себя показали с очень хорошей стороны в плане выкуривание вражеской пехоты из зданий не знаю почему компьютер на сложном уровне той наверно любом другом уровне так реагирует то есть если они накопали в здании то многому не надо просто бахте туда с гаубиц и они сразу по высыпать тараканы с этого здания и дальше как бы делаем добрый вечер я диспетчер так хорошо новый литейный цех построен в польше теперь польша сможет уже какие-то там пушки себе клепать это сугубо их не дело так молдаве что тебе могу построить как много блин вы знаете мирная аннексия конечно очень много занимает трат в плане населения что я знаю это очень проще собрать на это население три армии и и дать им пиздюлей и забрать у них страну и так чем вот это заниматься этой хренью типа там мирная аннексия давайте мы вас вольем кучу денег блин кучу населения кучу ресурсов для того чтобы через 500 100 500 миллионов тысяч ходов вы смогли к нам мирно присоединиться вообще не камильфой если честно с одной стороны но с другой стороны но не хочу с молдаванами воевать ну это и так молдаване чего с ним и воевать так заберем знание что здесь улучшенные казармы о это хорошо улучшенная казарма это сочно это сочно это вкусно это интересно потому что потому что ребятки то это новая пехота это сильная пехота это модернизированная пехота это улучшенная пехота то есть они будут легко давать трендулей как бы любым другим пехотинцам особенно вот эти ребята с палками не просто будет делать сосалить и бруталити на в любом раскладе в ближнем дальнем бою то есть ну как и сейчас они делают в общем новая пехота это хорошо нам нужно давно было это сделать и давно перейти и давно уже аккомпанировать сильной пехотой ладно ну тоже следующие отряды обязательно для войны с австрией мы будем комплектовать только сильную пехоту для войны с османской империи мне кажется нам хватит и прошлого века если мы еще придем и то что с палками с камнями камнями закидывать номер нас она победим поэтому в принципе я не ставлю себя османскую империю как за серьезного противника которого стоит опасаться просто интересных не территории для того чтобы построить там местные госпитали начать развивать чтобы не было больше 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 населения чем больше населения тем больше солдат чем больше солдат тем больше территории чем больше территории соответственно тем больше наше влияние в мире так что тут у нас отряды отряда на все Нет, еще гаубицы, шмаубицы Так, давайте посчитаем Итого по 4 человека Значит, вес Пойдет, к примеру, ты Раз, два, три Конницу и пушку Раз Еще застрелка Пушку, да Ну, ничего, будет не стрелок, будет, короче, две конницы Ничего страшного Ничего страшного, я их прощаю В общем, два отряда у нас практически укомплектовано Сейчас мы их выведем И перекинем, наверное, в Курск Пускай хлопцы потихонечку топают в Курск Так, Швеция, 6000, право на проход Проходи, пожалуйста Перекинем в Курск И пока вопрос этот закроем То есть у нас уже Правый фланг будет укомплектован Будем только ждать, так сказать Нужного момента Для того, чтобы сделать Нашу Вылазку Так, увеличивает прибыль на контенте торговли А вы знаете А вы знаете, а давайте Давайте будем торговать Будем счастливыми и богатыми Миссия Симон Боливар Теперь доступная Давайте, давайте, чекнем Чекнем ее Что там надо Все ваши отряды, пехоты Будут повышены в статусе И доокомплектованных Батюшки и мамины На такую кукурузочка Ну давайте попробуем 5000 населения Давайте подкопим В этом видео Еще сделаем миссию Такую выполним Чтобы потом Писали М Росси, ты такой молодец Какой-то классный парень Ты так ловко придумал Сейчас посмотрим Ребята Хорошая миссия Мы сейчас выполним Ребятки, я напоминаю Что мы играем на высоком уровне сложности И знаете У меня посетила такая идея Икс А давайте когда-нибудь Сделаем стрим Прохождение Империал Глории Попробуем ее пройти за стрим Потратим на эту миллион часов Но мы это можем сделать За один раз Ой, что-то Я когда говорил про стрим И миллион часов Империал Глории Знаете Я так закатил глаза вверх Что даже не обратил внимания Ну от удовольствия От предвкушения Что даже не брал внимания Кто куда походил Только услышал по звуку Так Комплектуем еще Пока всех комплектуем Давайте наверное Начнем их выводить Потому что они меня все бесят Здесь Толпа Сейчас мы их Выкомплектуем всех Так И ты тоже Уходи 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 Все Идеть Вы оба можете быть свободны Передвигаемся Вот сюда Уходим Так Отряды Отряды Строится тут у нас еще Кавалерия Пехота 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 Егеря Так Дальность 75 34 Защиты 37 59 60 47 Ну и Геря Чуть дальше Стреляют Чем Мушкеты Конечно Гренадеры Вообще Грянь 42 Атака 50 Выстрел 45 50 59 Народ Народ войск Близки К легкой Пехоте На Ягеря Более Искусно Как в ближнем Так и в дальнем Бою Короче Эти стреляют Дальше Эти Лупятся В ближнем Бою Больше Лучше Так Давайте Егеря Гренадеры Обязательно Будем Так Комплектовать Коняшка У нас Там Уже Готовится Давайте Еще Артиллерию Туда Глаубица И Товарища Полковника Это Тоже Все Пойдет В Курск И Потом Будем Френировать Армию Сюда Так Что Тут У нас У Поляков Поляки Поляки Ого У вас Тут Современные Госпитали Фермы Можно Ставить Глубокие Шахты Лучше На Военной Академии Оно Вам Надо Оно Вам Надо Хлопцы Хотя Ладно У меня Все равно Куча Денег Куча Ресурсов Давайте Будем Строить Польшу Давайте Пускай Не думать Что Они Тоже Очень Важные Как Бумажная Восточная Пруссия Как Я Мог Пропустить Дальше Анатолия Не Хватает Человек Хорошо Египет Понятно Швеция Дорогого Учреждения Не Хватает Человек Я Все Забываю На Хер Ломбардия Анновер Дороговая Не Ну Давайте Хоть Торговать С ними Что По Чуть Вот Швеция Издательство Дорого Саксония Консульство Нафиг Польша Молдовия Траер Все Пока Так Пока Так Пока Так Подождем 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 Уже Османская Империя Должна Понимать Что Их Киска В зоне Риска Ту 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 Да Смотрите Там Какой-то Еще Коричный Отряд Вышел Один Каких-то Коллег Поводили Вы знаете Даже Наверное При Большом Желании Я могу Только Своим Кутузовым С ними Разобраться Просто Один Выйдет Им Надает Лещей Где Где он Тут Кстати Умесит Вот Он Этими Пенсионерами С палками Сейчас Лещей Тут Надается Смотрите Пустой Пустой Два Стрелка Два Стрелка Ну Там Тоже Три Калеки Наверное Сидит Здесь Это Несерьезно Ребята Это Несерьезно Так Ладно Передвигаем Сюда Моих Хлопцев Колечко Ты Колечко У нас А Ну Ты Не Такого Колечко Ты Еще Приходишься Пока Сюда Ити Так Поближе Хочу Чтоб Вы Стояли И Плевали На Их Ню Сторону Границы Все Отлично Значит Курск У Нас Полностью Вооруженный Готов К Нападению Колечко Мы Перекинем Наверное Пока Вот Сюда В Галицию Сюда Он Перейдет Потом У нас Так Нам Нужно Теперь Сюда Укрепить Хотя Может На Этих Османов Здесь Кинем Поляков Может Попробуем Чтобы Поляки Были Полезными Да Ну Не Бред Какой Поляки Полезны Это Невозможно Продолжаем Точнее Не Продолжаем А Заканчиваем Хоть Так Из Австрии Считает Валентин Союз 11000 Пошли 12000 Вот это я понимаю Цены Вот это я понимаю Что я уже стал Дорогим Таким Мужчинкой Что все Хотят За такие Бешеные Бабки Со мной Дружить Египетом Что-то Ходит Вообще Вот эти Все Хачапури Они Египтяне Вот эти Турки Они Из себя Не представляют Ничего Османская Империя Да нахер Вы их Вообще Ведете За собой Космар Какой Космар Что вы Делаете Люди Дорогие Что вы Так и Делаете Это Конечно Очень Плохо Что Наша Новая Пехота Будет Готовиться По Три Хода Игеря Ну Игеря Три Ну Ладно Ладно Игеря Три Так То Дело Так Так Здание Здание Вторая Кручная Конюшня Конечно Конечно Будем Строить Точнее Будем Рекрутировать Новых Хлопцев Каких Нибудь Там На Коноках Надо Повысить Обязательно Производство Еды И Перед Началом Боевых Действий Нужно Будет Закупить Еду У Конечно Вы Правильно Подумали У Молдавии Они Очень Любят Торговать С нами Едой Мы Этим Воспользуемся Вы Знаете Наверное Потом Мы Захватим Швецию А После Швецию Захватим Вот этот Кусок Британии Который Она Себе Которая Она Себе Придумала Скажем Так Вот Норвегия Возьмем Конечно А почему Мы Будем Оставлять Такие Смачные Куски На Подписчество Бриташек Что Они Вообще Могут Что Они Вообще Могут Это Мы Тут Показываем Мощь Да Ребята Наверное Виде затянется Очень Долго Поэтому Скорее Всего Мы Просто В Этим Видео Скомплектуемся Укомплектуемся Подготовимся А в Следующем Видео Начнем Бомбить Так Ломбардия Пошла У нас Торговое Торговое Наше Деление Деньги Потекли Рекой Скажем Так Завершить Вот Я же Хотел Я же Хотел Это Скажите Миссию Выполнить Ладно Давайте Так Наверное Сейчас Швеция 6000 Хорошо Дава Деньги Сейчас Наверное Я Доучу У тех Всех Своих Хлопцев Что Я Планирую Соберем С вами На Миссию Выполним Миссию И Наверное Закончим Наше Видео На Этим Отлично Едеря Построились Хорошо Точнее Мы их рекрутировали Улучшенная Конюшни Да Что Там Нам Предлагает А Драгоны Недалеко Стреляют Плохо Рубят Не Вижу У них Смысла Я Вообще Если Честно Не Вижу Смысла Возможно Я Ошибаюсь Но Я Во Всех Играх Связанных С Такими Вот Ременами Там 1800 Год Там Я Никогда Не Любил Конницу Которая Стреляет Как по мне Это Блядство Конница Должна На полном Ходу Как бы Врываться В строй Пехоты Оставлять После себя Грязь Говно Саки Как бы Кровь А вот Это Пу-пух Пу-пух Для Для Стрельбы Есть Обычная Линейная Пехота Которая Марширует Стреляет На штык Там И так Далее Ага Ребята Поворот Поворот Очень Неприятный Молдавию Мирно Аннексировала Австрия Всрался Там Где Не Ожидал Если Честно Ладно Придется С Австрией Заключить Право На Проход Главное Чтоб Она Не Была В Союзе С Османской Империей Вот Падлы Это Надо Было Так Под Осрать Вот Под Люки Ай 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 Ой Как Плохо Ай Как Плохо Все Мне Хатки Поваляли Сволочи Все Хатки Поваляли зачем так было делать блин молдавашки продажная так и знал что от них такое можно ожидать все если когда-нибудь еще раз буду проходить империал горе еще за какую-нибудь страну молдавашек будем наказывать сразу больше ни с кем не будем дружить и будем всех забирать силой они мирно кошмар какой-то короче все я расстроился блин я теперь с ними вообще позволяет собирать 25 процентов прибыла чем длина империи метров ли нашей территории нахер давайте чтобы быстрее обучал армии других стран нанимать я свою кому хочешь могу дать мирно постоять у них на территории конечно же короче сейчас буду наверное постоянно покупать у австрий право на проход постоянно и ждать момента пока пропадет союз с османской империи и сразу бум чакаля кабун получите странная овцы юб это же надо было так а вот какой кошмар вот это конечно про встречу не додавил не додавил ребята надо было сразу давить ну блин ладно ладно а лучше что меня у меня еще заплачешь вы мне все заплачете и заплатить и заплачете все будем делать и плакать и рыдать кровью ссать так в опасности и мой флот который стоит под одессой если не ошибаюсь потому что как начнется военный конфликт османская империя точно полезет на мои кораблики несчастные окладно давайте выводим еще эти войска давать их подтягивать так дальше мы будем формировать формировать будем наверно стрелкового до больше отряда и я так вот вот так вот наша следующая задача так ты пока сюда нет оставайся здесь что тут у нас шлюп ярослав в курске здания шахты конечно военная давать его наверно военного нахер нам-то портовая торговая что тут у нас стоит в россии шлюп александр 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 так нет подождите давайте я пока отменю наверное рекрутирование соберем с вами соберем с вами этих на миссию выполним миссию закончили верно то видео я пойду плакать в подушку потому что у меня из-под носа вели молдавию просто 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 блин из-под носа я до сих пор не могу как бы успокоиться это было так низкой подло что я даже не знаю как сказать вам это было низко и подло знаете наверно давайте наверно лупанем сразу на 3 фронтах и швецию за одну бахнем а давайте бахнем конечно обязательно бахнем хотя вот мне нравится они мне так активно платят по почти по 7000 почему бы в принципе их пока не оставить на плод на плаву но я боюсь что кто-нибудь другой перехватит типа там британии кстати тут же если не ошибаюсь можно глянуть кто как с кем дружит пока производство очки славы нет на дороговое развитие количество побед и поражению битвы для каждой империи пока от количества войск хрень какая-то короче это ладно хрень какую-то открыл не понял что это было вы блин австрия 9000 хорошо я достиг абсолютной власти у меня максимальное количество золота практически ну тысячи не хватает и это все без читов и сама с регистрацией все у меня нет денег больше не лезут куда вы мне это все предлагаете мне не лезет ничего уж и остановитесь люди а сейчас 10000 будет минус после как и миссию выполнил их еще один ходочек еще один ходочек что-то у нас глубокие шахты очень глубокие счетом еще в польше здания какие знания тебе еще осталось больше ничего саксония нет а номер ломбардия швеция нет да не египет анатолия восточная пруссия не знаю того в австрии нет киев о курск не надо минск мсква санкт-петербург молдавия нет я с тобой и торговать не буду теперь с тобой один в одно поле срать не сяду сейчас немножко потратили своих денежек потому что уже перри лимит перри избыток сейчас будет полным фиаско если они сейчас мне еще по миссии обгонят какую-нибудь из этих козлов и метода в зоне вебали нет пока никто так где-то в этом миссия грёбаная собрать до хорошо теперь а отряд из этих стрелков ягеря теперь они у меня стали ягеря коньяки меню докомплектованы были потому что потому что потому что потому что короче что вам буду рассказывать так что-то у нас еще по миссиям забрали на всех подходящих территориях будут бесплатно построена военная гавань и в каждой будет спущена на воду потому что а давайте выполним 2 500 выполним следующая миссия обязательно в течение одного года исследование будут пока неинтересно морских путей меня нету тени двух лет исследование ваш империи будут идти в трезы быстрее короче пока по миссиям самый крутой дядька ребятки спасибо вам за просмотр до скорых встреч с вами был россии подписывайтесь на наш канал если вы еще этого не сделали ставьте палец вверх или палец вниз или палец влево или вправо куда хотите туда и ставки и всем пока ждем